Итак, дорогие зрители, у нас карта TheCash, карта выбор команды Renegades. Только что австралийцы победили у нас на оверпассе. Оверпасс выбирали LDLC, там какой-то заоблачный винрейт, в общем, всё было для них очень круто, ничего не предвещало беды. Но в итоге на оверпассе они проиграли и сейчас могут проиграть в серии 2-0, если всё-таки Renegades заберёт свой пик. Но мы-то понимаем, что все эти пики, понятие довольно размытое, и, естественно, команды могут разменяться вполне своими пиками. Ну или, например, кэш тоже у LDLC настолько готов, что выиграв оверпасс, они бы забрали кэш и сами бы победили 2-0. Раскидка. Граната LDLC, тут три человека у нас у Renegades, принимая точку B, Джейкем, разваливают вместе с Джейкесом эту позицию. Падает при этом Renegades один решайтер, но при этом Джейкес красный живёт на пленте. Бомба лежит, Джейкем пытается забрать игрока в вентруме, стягиваются все ребята из команды защиты. И уже, по большому счёту, четыре человека обороняют плент B. Аманек разворачивается, чекает спину, там никого у нас нет. Алекс остаётся пока что у нас в вентруме. Ну и проверяет... Ой, пардон, пардон, пардон. Уши у вас, уши, да, зашкаливают. Вот, извините меня, пожалуйста. Я просто, наконец-то, в Counter-Strike зашёл. У меня получилось зайти в КС. Алекс забирает Джейкем, а ситуация 2 в 3. Остаётся Джейкес. Алекс пока что на B пленте. Бомбу, кстати, забрали всё-таки. Игроки атаки перегруппировываются. Бежит на точку A. Алекс, точнее, нет, он имитирует выход на плент. И всё-таки выход на Джейкеса. Алекс с Аманеком пытается проверить плент. Но почему-то его до конца не чекают. Хотя Джейкес тут прикольно. Отходил. В этот момент Лиас врывается на девятку. Врывается Гритинс Фэкшн, делает один минус. И это 2 кила. Всё-таки Рен и Гейтс берут пистолетный раунд. Так вот, я зашёл всё-таки в КС. Стим отлагал, всё хорошо. Качество картинки должно улучшиться. Но при этом я забыл, что у меня уровень микрофона автоматически повышается. Поэтому, простите. Больше этого не повторится сегодня. Скидывает Аманек какой-то дроп другу. Ребята закупаются, конечно же. У нас в итоге 2 калаша, 3 калаша. Вот так-то. Ну вот она, установленная бомба. В итоге. То есть могли сейчас играть против Глоков, ребятки. Из команды Рен и Гейтса. Играет против автоматов Калашникова. И одного дегла. Но, не законтролили они карту. И это всё может очень негативно сказаться. У нас поджимает Б-плент Джейком. Нам, как обычно, оператор показывает. Совсем не туда. Аманек забирает Джейком. А Логан остаётся пока что под Б. На Б-пленте никого. Джейкэс, в принципе, может перетянуться. Аманек уходит назад. Логан ждёт. Думает, в каком из направлений лучше всё-таки атаковать. Забирает на А-пленте. Лиаза погибает. Айзер на центре. По одному. Команда Рен и Гейтс просто рассыпается. Два человека на центре. Но, по большому счёту, они могут задуматься о том, чтобы засейвить. Потому что первые, вторые арморы Калашникова. Это вам не хухры-мухры. Подходят на шифте у нас игроки атаки под мейн. Тойнов проверяет позиции. Логан на пленте. Логан ждёт. Тойнов утверение с автоматом Калашникова. Проверяет точку А. Три у нас на центре. Алекс чекает спину. Как же аккуратней ещё это LDLC. Оверпасс. Их научил. Просто выжимать максимум из этой ситуации. Но, опять же, в этой ситуации это может негативно повлиять. Потому что, вы знаете, бывает такое, как с бомбой умирает. Плохими таймингами. В итоге всё заканчивается печально. 1-1. Всё-таки взяли раунд LDLC. Ну и при этом экономический раунд от команды Ренегейт нас ждёт. Другого здесь не дано. Думаю, статистику пока что рано. Смотреть. У нас всего лишь прошло 2 раунда. Тем временем хочу очекнуть параллельный матч. Это фейс против Мибор. 1-0 за фейзами. Но при этом Миборы сейчас могут взять вторую карту. Там 15-14. На карте Мираж. Тогда будет 3 переша ещё Детрейн. Джейкем забирает на Слоган. А бомба выпала. Вот такой вот форс стороны Гейтс. Ну и первые позитивные плоды. Джейкем, правда, нужно теперь для себя найти какую-то хорошую позицию. Бомба на центре. Пока что её почему-то не подбирают игроки атаки. Заходит у нас близко к коннектору Алекс. Ну и пытается пойти на планета, судя по всему. Чекает middle. Критисфакшн на центре. Алекс стоит, ждёт. Ну и бомба идёт в мейн. Зажим со всех сторон. Коннектор в мейной двери. Там два человека. Трактор и плент. Ну трактор я не думаю, что долго будет жить. Потому что реально должен зайти всё-таки Алекс в спину. Вот он Алекс. Замечает одного из соперников. В лове второго погибает градисфакшн. Ездит по по пленту. В итоге Лиас свою позицию реализовать не смог. Ну и Джейком и ДжКС мы должны просто засейвить. Опять же тут... Другого не дано. Только сейв. Только таким образом можно что-то противопоставить. А без сейва тут, конечно, ничего не светит. Мне так кажется. Джейком с Фамасом играет в винтруме. Точнее в токсике. Ну и бомба вот-вот взорвётся. 2-1. ЛДЛС выходит вперёд. И у нас экономический раунд от, естественно, ребят из команды Ренегейтс. Зарвались у нас. Пленты. Точнее, один из плентов. И это 2-1. 5 автоматов Калашникова. Юспик в ответ от команды Ренегейтс. Ну и, конечно же, Фамас с СЗшкой. Попробует, наверное, с Джейком снова где-то кого-то выцепить. Но далеко не факт, что нечто подобное получится. Потому что с каждым раундом будет всё тяжелее и тяжелее. Лиас у нас пода. Подтягивается Джейкээс. Буст при этом на центре. Джейкээм поджал этот же ящик. Логан его разобрал. Понимает, что есть второй возле ангара. Мы решили выйти быстро на Аплэнт. Тойну забирает Лиаса. Падает Гритис Фэкшн. Азер и Джейкээс. 2 в 5. Джейкээс играет у нас с Эзэхой на Плэнте. Ну, в принципе, позиция неплохая, чтобы кого-нибудь убрать. Кого-то одного. Падает у нас Джейкэс. Минус Азер. Ну и счет становится 3-1. И все равно с деньгами напряженка у команды Ренегейт. Все-таки во втором раунде, наверное, им стоило... Точнее, в третьем раунде, да. Не покупать хорошие пистолеты, а сливаться. Тогда были бы сейчас откидки. Но решили сыграть вот таким образом. Один АВИК 4М, кем при этом первые арморы. Не страшно, да, у соперников автоматы Калашникова, которые пробивают сразу. Но при этом 5 смоков нет коктейлей Молотова. Да и флешек, в принципе, немного. Не у всех, скажем так, есть по 2 флешки. По одной. АЕшки, при этом нет. А мы-то понимаем, что эти гранаты еще сильно решают на карте ДКэш. Вовремя откинутые. Особенно коктейли или там ХАИ, например. Ну, благо смоки есть. При этом на Б-плэнд у нас выходят ребятки. На Джей Кэса вместе с Лязом. Лязу пока что ослепили. Тем временем на Джей Кэма убили. Логан развалил Азера. Тут какое-то непонятно вообще, что произошло на центре. То есть, по большому счету, на Б выходили ребятки. Но при этом поторопились защитники хелпать. Вот такие LDLC за это наказывают. И остается лишь доводить этот раунд до логического завершения. И до еще одного очка. Копилку команды LDLC. И это уже будет 4-1, наверное. Наверное, 4-1 это будет. Судя по всему. Манек у нас под Б. Ребята, зашли на точку. Бомба ставится. Бомба ставится. Все хорошо складывается для команды LDLC. Но мы-то понимаем, что ДНЮК такая карта. Ну, ДНЮК. ДКэш такая карта, где... За атаку можно тащить. Можно тащить. Причем довольно уверенно. Бомба у нас взрывается потихонечку. Все складывается пока что хорошо. Это 4-1. Градисфакшн пытается сойти АВИК, но не дают этого сделать у нас в дверях. Сидя, как тебе проигрыш Нави от Enighted? Enighted. Хорошо, что вы напомнили название этой команды. Enighted. Ребят, да никак. Расслабились Нави, это же очевидно. Плюс фактор родной бестфадингарты. Где-то что-то не задалось, по стрельбе не заехало. Расслабились, не сконцентрировались и... И все. Это периодически случается. Вы так знаете, вы просто спрашиваете, как будто никогда такого ни с кем не случалось. Знаете, вот как тебе проигрыш. Это же, по-моему, видно сразу. Вот что-то шло Enighted. Или вы думаете, что 2-3 дня после чемпионата Бласт, который Нави выиграли, прям все поменялось и Нави теперь все, никогда ничего не выиграют. Они в ужасной форме и больше ничего нельзя на них светить. Нет, они такие же, как и были. В отличной форме. Хороший стрельбой. Готовы брать АМ Чикаго. Но... Где-то недооценили команду Enighted. Где-то не получилось хорошо пострелять. Вот и все. И снова, как всегда, Нави себя в затруднительное положение. Ставят, потому что падают лузера, но тут Бест-Оф-3 матча с другой стороны. Могут попасться на какого-нибудь жесткого соперника за выход. Типа там Астралис, Ликвид Фейс. И проиграть Бест-Оф-3. И все. Если я гляну, с кем там Нави играет завтра. Нави играет, ну, например, с команды Биг. А Биг-то в соперник не такой простой, как кажется. В итоге у Бигов проиграет. И до свидания. Можно говорить. У нас атака при этом. Пока я тут рассуждал, взяла еще один раунд. Кэп был хороший на Юнайтед. Конечно. Конечно, хороший. Гритис Фэкшн. С АВП, 4 Амки у других ребят. Логан у нас стоит на центре. Чекает аркаду на мид. При этом Смок лежит. Азер стоит на центре. Ой. Чекает мейн. Ну и Гритис Фэкшн забрал у нас Алекса. Размена не произошло. Алекс у нас один бегал там. Прямая. Через буст на крышу. Ну, а шелпануть ему никто не смог. Хотя Тойнов или Аманек могли бы с АВКом где-то там постоять в этой позиции. Тойнов пока что в мейне проверяет Смок. Под Б-плантом находится Аманек. Джейк им слышит. Мне кажется. Ну, если не свитч зума, то слышит, в любом случае, перемещение эти быстрые. Джейк им. Как же много хп теряет от коктейля Молотова. Играет Джейк им у нас под Б. Ловит еще одну хаешку. Бомба. Аккуратно на шифте перетягивается все-таки под Б. Судя по всему. 50 секунд до конца при этом. Нет. Все-таки на. Пошел на слоган. Чекает буст. Тут никого нет. Ну и пойдут на Лиаза вместе с Азером. Но сейчас хорошие шансы все-таки у команды Ренегейт. Правда, Аманекс ловил Гритис Фэкшна. Лиаз пытается отыграть на НБК. За дверью. Ловит ДВД Уэка. Получает дэмэдж. Но и Логана отстреливает. Но я Монек 1.4. Есть резон засовет АВП. Но чую я, что он этого делать не будет. Эунайтл. Сильная команда. Да, очень сильная. Вообще просто. Чемпионы мира, мне кажется. Мне кажется, они выиграли, потому что Нави совсем как соперник не годится против Эунайтл. Просто не годится. Как вы достали со своим БЛ1-фактором? Нави сели, как обычно, стоит признать. Мы не достали, братан. Просто ты, видимо, не следишь за Counter-Strike. Не знаешь, что такое БЛ1-матч. Знаете, чтобы понять, что такое БЛ1-матч, надо самому играть немножко в Counter-Strike или в любую другую игру. Это огромная разница. Просто огромнейшая. БЛ1 и БЛ3. Потому что в рамках одной карты реально пару каких-то моментов до свидания. И, естественно, вероятность того, что это произойдет на одной карте, она больше, нежели чем на двух картах. Конечно, на двух картах тоже может произойти. И на одной, и на второй. Но все-таки вероятность меньше. А на одной карте больше. Вот и все. Алик забирает нас с Gratis Faction. Лиас погибает. Потому что почему она не показывает абсолютно эти фраги? Я не понимаю. Что за система? Смотрим за какими-то чуваками на Б просто. Ситуация 3 в 4. На центре у нас два игрока атаки. Бомба выпала. Азер делает минус. Вот он. Откидывает. Ну, такой смог не пройти. До 40 секунды смог лежит. Атака должна просто халдить и ждать. Ну и, кстати, Na'Vi, если я все правильно помню, в рамках ну, практически всех чемпионатов, на которых были за последние 4 месяца, постоянно тупо падали в лузера. Постоянно. То есть, не было, по-моему, чемпионата еще где. Они украли вот Бласта. Ну и то на Бласте Фейзам проиграли первый день, по-моему. То есть, на Бласте тоже начало было не очень хорошее. И, соответственно, везде они падали в лузера и везде из лузеров потом чуть ли не до финала доходили. Поэтому для них привычный маршрут. Но мне кажется, что рано или поздно они могут по этому привычному маршруту тоже проиграть. Я же говорю, завтра Биг с Биг Бо 3. Будет карта там Дас 2, например, снова. Как бы Na'Vi хоть и обыграли Биг уже на Дасте разок, но это не говорит о том, что Na'Vi на Дасте прям играет прям очень сильно. То есть, они могут, например, завтра этот Дас 2 проиграть. Тем более, есть опыт. По-моему, это 12-3 на Дасте втором. С кем это они играли? В финале, да, корта чемпионата? Не помню. До Бласта что там было. Na'Vi проиграли очень сильно на Дасте. 5-3, дорогие зрители. LDL-C против Ренегейтс распласталась команда. LDL-C по карте. На бусте стоит у нас Тойнул. Чекает мейн, точнее, там, под бустом. Логан на центре. Бомба пока что лежит. Никаких отстрелов не происходит. Просто ребята ждут друг друга. Creative Action забирает Алекса. Поработал снайпер команда на центре. Попробует, наверное, Тойнул сейчас вычислить. Флешка прилетела, но Creative Action к ней готов. Еще знает про человека слева. Откидывает ХЕшку под Аманека. Логан забирает Great Fashion в ответ. Ну и на Б Плэн пытается пойти, а тут два человека. И выйти на Б будет очень трудно. Бомбу оставили в ангаре. Кстати, JKS, возможно, ее сейчас найдет. Он пушит дальше перемычку маленькую. Направо посмотрел, и бомбу он, по-моему, не заметил. Хотя мог заметить ее. Забирает Аманек. В итоге, на ровном месте команда может отдать свой раунд. Хотя JKS забирает Логана в ответ. Остается последний. У нас Аманек подбирает Плэнт. 20 секунд до конца бегает над точку и погибает от Азера. У нас тайм-аут по идее в этом матче. Ребята решили пообщаться. Так, у Бигов более слабый даст, а не оптиком слили. Чуваки, хочется реально иногда читаю ваши комменты и удивляюсь. Ладно, не буду. Я только что плохое слово мог сказать в прямом эфире. Официальная трансляция. Так, а, против Face да, они проиграли. 3.16 на эпицентре это было. Ну раз просто вот эпицентр, Бласт, Эм Чикаго. Ну, я честно не понимаю этого. Столько турниров. Кто это все успевает смотреть вообще? Анализировать. Какая-то просто жесть. Жесть как она есть. ЖКС разваливает тут двоих под Б план пошли л-дл-си. Третий тоже достается ДжКС. Квадра будет от ДжКС. Да, будет. Нам почему-то азера показывают. Я просто сейчас хочу разбить уже свой экран. Не знаю, лучше смотреть наверное через YouTube, потому что реально там хотя бы фраги не пропускаешь. Где этот где YouTube? Мой родной. 5-4 спрей от ДжКС от царской. Повторе. там просто показывают непонятно что. Страйк хотя бы мы фраги смотрим. Так, 5-5 счет и по идее должен быть бай. это LDLC и как раз ради этого бай они ставили тогда тайм-аут. Просто организаторы турниров думают, что игроки роботы. Да как раз организаторы турнира все понимают, но организаторы турнира преследуют просто свой интерес. У организаторов турнира что такое турнир? Турнир это бизнес. Организаторы делают турнир и зарабатывают деньги. им как бы вообще без разницы роботы-игроки не роботы-игроки они об этом не думают. Они просто делают все чтобы игроки были в форме. То есть там всякие ништяки придумывают на чемпионатах кормят их там хорошо принимают и так далее. Но многие люди на самом деле думают что игроки-роботы как бы и вообще не понимают насколько это тяжело. Ездить сначала туда-сюда сюда-туда и со всеми выкладываться и со всеми показывать самый крутой Counter-Strike. Хотя на примере опять же того же матча Na'Vi против United мы понимаем что даже с такой командой ты должен сильно напрячься и жестко сыграть чтобы не дать ей шанса. Малейшая слабина в итоге тебя чувачки непонятно откуда вообще просто берут переселивают и выигрывают матч. Аманек падает JKS отыгрывает пока что на планете именно сюда заходит команда атаки JKS в сумаках пытается прятаться слева от него траншоя DWDW и в итоге Toino щелкает Greatest Faction а снайпер команды защиты погибает врыв от азера не самая стандартная позиция но Toino понимал что возможен расклад возможно еще кто-то на пленте его услышал поэтому падает на сайзер но Айас идет до конца и падает от лога на 6.5 команда TML DLC выходит вперед сразу качество видео просто шикарно ну качество хуже немножко но с другой стороны мы нормально смотрим за фрагами хотя бы потому что там я не могу смотреть там мне надо самому управлять а сейчас как бы 6 утра и я извините меня не в состоянии и говорить и управлять об сервингом поэтому лучше так алекс падает у нас под бм дкс разваливает алекс 64 5 команда ренегейт преимущество на самом деле ренегейт неплохо отыгрывают за кт как бы то ни было начало было плохое но потихонечку они выходят на оптимальный счет 8-7 плюс-минус это на карте дкс очень круто ляс у нас с эмкой чекает бомба ставится бомба в итоге ах ляс неплохо подлез там еще и смог такой классный на мейн что это за смог на мейн вообще от атаки у вас там тиммейт вы туда кидаете смог не разобрались ребятки немножко на чем зарабатывают на рекламе на билетах организаторы турнира зарабатывают на спонсорских контрактах на рекламе и на билетах ну то есть к примеру есть фирма производитель девайсов например да какая-то там она заключает там с турнирным оператором на год контракт соответственно турнирный оператор на всех чемпионатах рекламирует эту фирму абсолютно на всех чемпионатах да ну а фирма платит в год огромные деньги и все набирается пул таких спонсоров набирается в бюджет там несколько миллионов долларов и этот бюджет несколько миллионов долларов тратится на призовой на доставку игроков на администрацию этого ивента и так далее так вот это все работает джейком стоит у нас под винтрумом чекает далеко токсик токсики находится игрок атаки справа там вдалеке мы по идее на бплент решили с пистолетами пройти лдлс но взять такой раунд будет трудно потому что 3 на б и у джейкома хорошая позиция играет он на капли откидывает коктейль молотова его пока что атаковать не могут джейком разваливает дойно просто похоронил там еще и алекс азия подключается минус логан 7-6 выходит вперед теперь уж команда ренегейтс и в итоге риск себя не оправдал команда лдлс закупалась пистолетами хорошими первыми арморами но сейчас он придется играть с локами и как-то вот было 5-1 насколько я помню осталось 7-6 пользователей гейтс а 5-1 вели лдлс за атаку всем доброе утро кстати друзья у меня 6 утра по киеву у вас 7 утра по москве кто-то уже в школу наверное просыпается тут на работу идет ваня эдвард например идет сейчас по чикаго я тут инстаграм его открыл показывает нам улочки чикаго лиас тем временем забирает алекса бомба ставится тут на самом деле вообще не важно бомба будет бомба не будет в любом случае последний раунд у нас от парней из команды лдлс был бы неплохой хотя если бы бомба не стояла может быть это как-то повлияло бы на недобай АВП например у Тойного не было мы понимаем что это опаснейший снайпер и на конечно в принципе с АВП можно кого-то отстреливать и пикать алекс у нас в ангаре откидывает стандартный смок джек занимает вот такую не самую стандартную позицию но мы периодически видим время от времени в рамках той или иной игры ляс пытался подсадиться сейчас на буст не сумел этого сделать а или специально топнул мне кажется может он там был один и он там специально топнул джейк джейка забирает нас алекса погибает ситуация 4 в 4 выход киктейль молотова азер стоит нас на пленте ляс при этом за квадом прилетает флешка он под нее действует но флешка в никуда игроков атаки она не ослепила но все-таки азер сыграл на размене и вот Антону с авиком логан щелкает азера и в итоге gratis фэкшн последний один против троих пробует тащить все-таки падает но и логан ставит точку тенька в чикаго захотел да нет я был недавно в сша далеко лететь не хочу в сша слишком далеко и тяжело друзья небольшая пауза и мы продолжаем через две минуты - в следующем при Dol нал Á Продолжение следует... 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 Для них очень серьезный. Это шанс затащить. Вот такие вот у нас даже кэфы на LDL-C. Но это жестко, если честно. 5.5. Это интересно, в матче в целом или на этой карте? Это, наверное, в матче в целом. Блин, 5.5. Мне кажется, в LDL-C еще есть шансы, но букмекеры, наверное, что-то знают. Не, ну потому что, в принципе, смотрелись в первой половине неплохо. На оверпассе камбэчили. Поэтому, ну как? Что, разве нельзя на кэше за КТ хорошо сыграть? Совсем? Ренегейд же сыграли. Видимо, из-за того, что пик все-таки это Ренегейдсов, и вот они как-то слишком раскованно действуют. На B-план сейчас пойдут. Логан должен тут минимум 3 хедшота повесить, чтобы взять такой раунд. Что, опять же, само собой, довольно трудно реализовать. Логан поменял не в самый хороший момент свою позицию. Уходит назад. на B-план заходит команда Ренегейдс, ну и 12-й раунд они тоже себе положили, по идее. Азия ставит бомбу под стеночкой, ну и все остальные контролят позиции. Тут было бы неплохо как-то встать и отстрелить все-таки террористов, потому что у терров уже довольно много денег появляется с каждым разом все больше и больше. И это проблема. Реальная проблема. Ну и, кстати, грамотно отыгрывает атака. Ребятки-то не подставляются абсолютно. Никто вообще не идет стреляться, не идет воевать. Классно. Это реально было круто. И так, товарищи, начинается самая важная часть как минимум на этой карте. Несколько ошибок и можно говорить до свидули. Ребята, мы с ДЛС так точно. Просил ДВД Уэк, Алекс делает минус, а Манек разваливает Азера. Все-таки чрезмерная агрессия подводит команду Рене Гейтс. Ну и пока что у француза все живы. Логан разваливает Грейтс Фэкшона, погибает Лиаз. Ну и Джей Кэсу нужно сделать как минимум два минуса, потому что если все выживут, я не могу сказать, что это прям караул спасайте, но это шанс до команды ЛДЛС для того, чтобы попробовать что-то взять еще. Подходят у нас ребята. Все ближе и ближе Жей Кэс стоит, ждет. Ну он все делает грамотно, он понимает, что нужно тут сделать все-таки этот один хотя бы килл, но не получилось. Смотрим дальше. Авось еще что-нибудь получится. Авось, авось. Наверное, медленнее стоит играть сейчас, ребята. Потому что быстрая игра как-то их подводит. Не под монастырь, конечно, но это шансы для ЛДЛС. 12-8, 4 раунда нужно взять австралийцам, подошли они под Аплент, прилетает смок на мейн, Жей Кэм, я думаю, готов в этот смок врываться, откидывает Жей Кээс сейчас гранату под Аплент. Ну и тут за квадом всего лишь один пока что играет Аманек, но при этом два в коннекторе могут довольно быстро сыграть. Жей Кэм прошел, не хватает ему явно какого-то смока, на коннекторе делает свой минус, поджигается, Гритис Фэкшн наконец-то забирает Аманека, Дэву Дуэк при этом ловит Ляза, бомба лежит, Жей Кэс выйти не смог пока что, Гритис Фэкшн подбирает бомбу, чекает машину, стягивается у нас Логан, Тойноу забирает Гритис Фэкшн в ответ, ну и все-таки Жей Кэс сейчас попробует конечно, но не тут-то было, у Дэву Дуэка 10 тысяч, поэтому Ренегейтс нужно брать два подряд. Реально два подряд, без них никак. Ну вроде как что-то какие-то деньги есть у Ренегейтс, но не факт, что они будут сейчас покупать. Мне кажется, могут они сделать сейчас экономический раунд какой-то. Дэву Дуэка у нас вентиляции, проверяет ангар, у нас все-таки пистолеты практически без арморов, Ренегейтс играет довольно аккуратно, но не знаю на самом деле, потому что по-моему экономика позволяла купить, а вот эти игры с пистолетами, они делают все, чтобы у чуваков за КТ было там у всех по 10 тысяч, то есть Ренегейтс со следующего раунда с счета 12-10 с хорошим байом нужно брать 3 подряд и как раз-таки сейчас я думаю это хороший шанс именно в лаве подловить кэф на LDLC, потому что кэш они могут забрать, реально могут. Ляс замечает мидл, моментально падает и в итоге 12-10 вот такой вот счет вот вот такой вот счет а дальше а дальше это главное похоже на тебя в долгом пути я заплету волосы лентой gratis faction чекает у нас пока что точку бета два игрока на пленте на шифте аккуратненько подтягивается игрок атаки ну и бомба решили раскинуть бэп плент там кстати довольно замкнутый диффенс вдвоем играют авик и эмка ну и авик в принципе если словит коктейли молотова флешки то он будет довольно немобилен я так понимаю под минимальное количество гранат решили пойти ребята откидывают сейчас банки коктейль молотова прилетает логан в итоге ловит джейком отыгрывает на пленте логан масса дэмэдж в итоге сгорает не сумел он выжить на этом ящике но при этом тут еще один игрок и алекс падает аманек ловит gratis фэкшена даудуэк правда вышел из вентиляции и кто бы там что не говорил сейчас взорвется по идее джейкс бомба в итоге стоит азер ловит у нас вентиляцию играет на капли но той ноута сделал свой килл ляс в итоге 1-2 заметил игрока с авп знает что он пошел на каплю тот его смотрит ах той ноута красава 12-11 команда ldlc в итоге берет раунд тот раунд который в принципе должен был может быть отчасти уходить в копилочку команды ренегейт но даже если бы он уходил опять же в плане денег все довольно плохо у ренегейт сейчас бомба стояла 4.5 можно покупать снова автоматы калашникова у нас тайм-аут и австралия думает все-таки как лучше и сыграть так ой забыл что я забыл я так клинтит смотрю мне кажется что третья карта нас ждет да друзья возможно нас ждет третья карта это бедаль печа бедаль печа ты моя так что у нас у ктшников но у ктшников на два бая сейчас покупают и в следующем покупают а ренегейт при этом делает боже какой экономический ренегейт просто у чуваков было в среднем по 4 тысячи что вы понимали парни делают экономически то есть готовы надо брать этот раунд то есть эти пистолеты реально надо тащить сейчас открывается дверь дэвэд на девятки то иного подходит на коннектор все в смоках то иного откидывает банку в ответ дэвдувайк пропустил уже на планет одного из оппонентов ловят айзера ловят джекэма хорош дальний диффенс у нас в итоге брешь в смоках дэвдувайк разваливает просто всех и вся gratisfaction последний пробует ставить бомбу горит в коктейле молотова и бомбу он установил деньги заработали 12-12 по-хорошему это ничего не дает командирный гейтс камбэк из гейл третья карта у нас какая третья карта у нас дэдрейн в этом матче а не это не в этом матче дэдрейн это в матче фейс против мибор третья а тут у нас третья карта мираж дорогие зрители такое чувство будто тебе комментировать лень а думаете 6 утра не лень комментировать всю ночь просидеть у станка такой невероятно интересный матч ренегейтс против тим лдлс просто финал чемпионата мира конечно если бы это хотя бы фейс против мибор были как на первом канале а тут просто тут просто боги современного кс аманек забирает джкм айзер щелкает тойну в ответ коктейль молотова смог это манека пытается жить за пристройкой и и все таки айзер находит у нас аманека играет дальше на центре бомба вышла думаю тернегейтс как лучше им поступить смог под алекса но алекса хорошая позиция его по идее не чекают хотя айзер может оп ну как же ты вон же видно бро заметил долго не мог там игрока айзер просто однозначно герой этого раунда квадрокилл остается логан последний денег много в большом счету этот раунд ничего не дает да выходит снова вперед нас австралийцы но точно так же они могут еще и проиграть кому кстати в школу надо сегодня кому пора или у вас каникулы кстати день 7 ноября красный день календаря а в россии выходной 7 ноября или нет или да или нет а и и и и и Сеня, Сеня, на твое место Так много желающих Так пожалуйста, занимайте Занимайте место Желающие Желающих так много А никто занять не может Кратисфакшн откидывает смок Чекает мейн Один под вентиляцией И один игрок под б Команда атаки думает, как лучше сыграть Как лучше поступить Аманайк чекает сейчас Буст Осознают Рене Гейтс Что по сути Отдав один буквально раунд Они в полной Проблеме Выход на центр Горит Аманек Потушил себя 20 хп осталось Команда Рене Гейтс тем временем На центр до конца не вышла По-моему, только одного Оставили Лиаза А вот и сна Хотя нет, еще и под вентиляцией есть Но надо подождать Пока развеется коктейль Молотова Что ты делаешь, чувак? Он открыл в итоге коктейль Забрал Аманека каким-то чудом Что там сделала Аманека Хотя мог сидеть дальше За пристроечкой в смоке Но это 2 в 3 Бомба под Б На Б всего лишь один И вот тут Логан сейчас может Очень сильно помочь своей команде Если он попадет этот выстрел Если он промахнется Тогда Не пиши пропало, конечно Потому что деньги есть Все-таки у защиты Но 14-12 станет счет А если он сделает Хотя бы один минус Тогда он будет красавчиком Азер Вот опять я не люблю эти моменты КСГО дурацкие Просто Азер сделал Все очень четко Он тупо плечиком Чекал этот план И все равно снайпер попадает Вот это Самый главный бич Ну и один из самых главных Бичей Контерстрайка Когда Авик Может убить Вот такого игрока Который просто Плечиком Аккуратно Пытается собрать инфу Этого не должно быть В этой игре Просто Не должно быть В этой игре Потому что Реально Это без шансов То есть если снайпер Нормальный Он как бы В любом случае попадает И это Не люблю я этого Я когда просто сам представляю Вот это вот Я играю Вот это вот Чекаю И чувак просто Меня попадает Все равно Хотя я знаю Что он там Что мне надо собрать инфу Что мне надо сделать Развести его на выстрел То есть снайпера Развести на выстрел Просто нереально Он тупо попадет в тебя Ну если он конечно Не кривой Не косой Начинается выход DWWX Стоит у нас под мейном Падает у нас Озер Минус Джейка Минус Лиас Умирает также DWWX Ситуация 2 в 3 GKS АК 47 Проверяет плент Ну и GKS тоже умирает 14-13 Team LDLC Выходят вперед А денег у нас Урена Гейтс нет И 15-й тоже Скорее всего Возьму Толбелси Так Это не Это же Очень тяжелая работа Сидеть в микрофон Говорит Слава Украинцев Мне кажется Что ты можешь Написать Или в Рухап Или в любую Другую студию Если у тебя Есть Возможность Комментировать Какую-то Запись Или в KS Или в Dota Или в другую Любую игру И у тебя реально Это получается То попасть В студию И работать На моем месте Ты можешь Изи Но Очень часто Бывает так Что люди Говорят Но на самом деле По большому счету У них ничего Этого не получается DWWX делает Двоих Ляс Падает Гратифакшн Тоже Аман Пытается жить до конца Джекайм Забирает 15-13 Пользуете Молдел Сим Им нужно Взять Одинерал Чтобы Проигрался Кэш Так вот И соответственно Люди часто Говорят Что они там Что-то могут А потом Слушаешь их Записи Да И Такой Понимаешь Что Да Человеку Еще далековато Хотя Но Мне кажется Что Ты можешь Ты можешь Себя попробовать Третья карта Инкаминга Радуйся Ой Я радуюсь Я просто Оставлю Клинфит А сам пойду Ужибаешь Да ладно Уже добью Не Самое главное Чтобы сейчас Допов не было Вот это самое Напряженное Когда Пол седьмого Когда уже Ты выходишь Из режима Уже такое Знаете Открывается Второе Или третье Дыхание И Начинаются Вот эти допы 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 Потом кто-то Все-таки Выигрывает Потом Еще этот Перерыв Потом Третья карта А потом И опять Допы 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 И Такой Восемь утра Ложишься Спать Логан Откидывает Флешку Чекает Плен Прилетает Флеш На Вент Алекс Выпал Логан Сделал Свой Минус Забрали Лиаза Остается Логан На Пленте Время Малекс Умирает На Дудуэк Забирает Тайзера В итоге 2 в 4 Подкрался Джейкэс Неплохо В траншею Гритис Фэкшн Чекает Вент Джейкэс Разваливает Эмонека Это 2 на 2 Ну и вот Они Те самые Допы Которых Я вам Говорил Сейчас 2 на 2 Парни Падают Из трубы Гритис Фэкшн Пропускает Одного Делает Один Все-таки Килл Есть Инфа Для Джейкэса Джейкэс С автоматом Калашникова Откидывает Хороший Коктейль Молотова Тойно Его не Видит И в итоге Джейкэс Берет Раунд 15-14 Ренегейтс Может быть Сейчас Все Сведут К допам Так вот Интересно Когда там Кэф Показывали 5-5 Интересно Все-таки Продолжение следует... Ну и если Ренагейтс будут на допах играть Может быть они победят Они будут не играть Девудуэк Очень сильно подгорел Аманек забирает Айзиэра Пытается сыграть на своей любимой позиции Откидывает специальный под себя смог Чтобы его не закоктейлили И не подожгли Ну и при этом сам откидывает какие-то флешки Пытается уйти и уходит Ну и кстати пока что игроки атаки об этом судя по всему не знают Стоят Ренагейтс Есть правда игрок один под Б Кстати готовят там почву возможную Ну и перетягивается пока что Девудуэк на точку Б Во два решили сыграть защитники Так вот я вот не договорил про К 5.5 был по-моему на этой карте Да? На LDLC И в итоге они в одном шаге от победы На карте ДКш Карту ДКш выбирали Ренагейтс своим пиком 50 секунд до конца Стоят ждут на центре Пойдут ли через Vent Room Или все-таки будут атаковать точку А Но для того чтобы атаковать А Нужно кого-то иметь в мейне или в дверях Мне так кажется Они кстати оставили GKS в мейне А он специальный prefire пустил Дабы И ввести защиту в заблуждение Потому что Ренагейтс пойдут все-таки на точку Б Через вентиляцию Ну и по идее читается На самом деле это такой себе прострел был Считаемый Бежит уже на помощь Аманек Два на пленте Логан с авиком Промахивается Чекает дальше Аманек забирает GKS Погибает для Аз ДВД делает минус GKM делает два Но Аманек отвечает И все-таки LDLC побеждает на карте ДКш Нас ждет решающая карта Дэмираж Дорогие зрители Далеко не расходимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok